Реальность не ответит нам на наше желание, она ответит нам на то, что мы есть. Просто скажи, чего ты хочешь, я рожу тебе любую реальность. Если ты смотришь вовне, ты сбегаешь от себя, у всех волосы шевелятся от того, что на самом деле искусственный интеллект себе позволяет вообще. Мы берем ответственность за то, чтобы видеть реальность такой, и сознание начинает осознавать себя таким. Какой-то голос в их голове такой спрашивает, а что ты сейчас делаешь? Ой, да, а что я сейчас делаю? Нельзя сказать, что жизнь человека бессмысленна. Его смысл в том, чтобы выразить максимально ярко потенциал пространства. У тебя есть твое внимание, которым ты по-разному играешь. Никто вам не даст пошаговой инструкции. Вы сотворите ее сами. Ну вот как пример, я думаю, это очень красиво и доходчиво. Что такое игра? Александра, Вадим. Здравствуйте. Вадим, телезритель с вами в большинстве своим знаком. Александра, я так понимаю, вы вместе работаете. Это актриса. Вы не представляете, насколько глубоко мы вместе работаем. Ее первый фильм на телевидении был с моим сыном двухлетним в паре. И она вывела в свет моего сынишку в кинобизнес. Первый димчок, с которым я познакомился, был не Вадим, а Илья Римус. Это был сын. Да, да, да. И только потом она познакомилась со мной. Сегодня в интервью будет много игры. И хотелось бы обозначить три темы, если вы не возражаете. Смерть, жизнь и любовь. На самом деле, все эти три темы, и они очерчиваются той нейромистерией, какую мы привезли в этот раз на Бали. Выход семь квантовых скачков, выход за пределы игр. Это пятидневный тренинг с погружением. И он как раз о смерти, о любви и что ты еще сказал? И об игре. Об жизни. Об жизни, да. Давайте начнем со смерти. Очень интересно. Вы всегда говорите про игру. У вас есть школа игры. Смерть – это конец игры, гейм-овер. Наш эксперимент еще не заходил на личностном опыте на эту территорию. И, конечно же, мы, исследуя феномен творчества, а мы ничем другим не занимаемся, кроме как исследуем природу творчества. Какого хера мы вообще выкатываемся? И что это за зуд, который выталкивает артиста на сцену? Или любую творческую личность подпаливает изнутри и заставляет искать это блаженство жизни? То есть, мы занимаемся только этим. И мы, к сожалению, еще не заходили на территорию непосредственного столкновения со смертью. Но источники, которые мы стягиваем со всех традиций, со всех культурных течений и так далее, говорят о том, что даже умирая человек играет. И одно из таких мощных свидетельств, конечно же, и египетская книга мертвых, и тибетская книга мертвых, что за пределами исчезновения тела сознание продолжает играть и сталкивается с разными феноменами, и подыскивает себе те или иные упаковки, чтобы весь накопленный опыт все равно сфокусировать в той или иной форме. Поэтому я думаю, что мы когда-нибудь столкнемся с этим испытанием, узнать истинный вкус состояния после смерти. Но сейчас пока я не могу взять ответственность за то, что я действительно знаю эти состояния перехода. Интересно все-таки услышать, какое мнение ближе. Считали несколько книг о смерти, у вас много знаний про восточную философию и религию. И вот какие из этих гипотез... Мы еще и актеры, к тому же. Нет более высокого наслаждения, чем умереть на сцене. Да, и мы артисты, и мы, конечно же, изощрены в этих широких состояниях сознания. И, кроме того, конечно же, сталкивались с всевозможными приключениями, связанными с расширением сознания. Я имею в виду в рамках законодательства и так далее. И мы изощрены достаточно в этой ритуалистике создавать специальные схемы и инициационные программы, в которых сознание все-таки позволяет себе выйти за пределы игры. Игр. Игр. Напоминаю, что наш тренинг, который мы в этот раз привезли, называется «Выход за пределы игр». Куда? То есть, за пределы тех состояний, когда мы обуреваемы игрой, когда мы упакованы в те или иные сценарии. Где те положения сознания, когда мы выходим за пределы этой игровой самоидентификации? И вот, на самом деле, вся драматургия тренинга «Семь квантовых скачков», она нацелена на это. Чтобы не только нам туда уйти, но еще и группу с собой взять. Все 120 человек туда пойдут. За пределы игр. И вот это интрига. Я из ваших уст уже слышал про этот тренинг, как вы его описывали в некоторых интервью. Хотелось бы послушать из уст Александра. Какие смыслы, что меняется в жизни человека за эти несколько дней? Я, знаешь, хотела чуть... Раньше просто я слушала твой вопрос. Ну, про смерть является ли концом игры. Вот здесь, на Бали, ну, как бы, может быть личной, ну, это то, что говорит Вадим, может быть, да. Но игра продолжается, потому что все ритуалы, которые окружают смерть, это продолжение игр. На Бали, мы, я помню, как-то ехали, и непонятно, это свадьба или похороны. Это некий радостный ритуал. В Мексике своих продолжают держать в мумифицированном состоянии. Потому что игра не заканчивается. Человек как персона может умирать, игра продолжается просто через других людей. А потом, хоп, рождается кто-то другой, игра продолжается в другом. Поэтому, ну, вот я не знаю, как Вадим ответит, но вот мне кажется, что игра не заканчивается. Ну, смерть – это не конец игры. Но мне очень нравится вообще вход в интервью твой, потому что ты копнул, конечно, тему, о которой нужно говорить на самом деле очень осторожно. И все эти фазы растворения, какой бы контекст медитативный мы ни взяли, какую бы традицию мы ни взяли, индуистскую, буддийскую, балийскую. И я знаком с этими раскладами мифологическими, где прослеживаются эти грандиознейшие совершенные истории с балийскими героями, которые уходили на очень многие годы в медитативные ретриты, пещеры, в уединения. И постигали такую широту видения, которая далеко за пределами жизни и так далее. У меня очень много историй. Я не хочу просто тратить время на это, да, но можно развернуть целый театр относительно того, насколько едешь по бали и видишь везде эти статуэтки Будды. Да? Куда он смотрит? И это вопрос. Можно просто проехать и не уделить этому внимания. Но если ты фокусируешься и задаешься этим вопросом, куда, сука, он смотрит? Да? У него прикрыты глаза, максимально сконцентрированная позиция сознания, и он смотрит куда-то глубоко внутрь, да, то есть не во внешний мир, понятно, да, но куда-то глубоко внутрь, где происходит какой-то глубиннейший творческий процесс. И с помощью этой силы концентрации он меняет мир уже на протяжении стольких тысячелетий, ну, две с половиной тысячи лет, да, буддийская традиция. То есть, он смотрит в глубину творческого акта игры сознания, создаёт определённые пространства внутренние, которые через определённые традиции людей опрокидывает на внешний мир. Для меня он удерживает вообще мир от распада, настолько сильна его концентрация, настолько велик этот на самом деле герой, да, и настолько велика эта традиция вот этих концентративных усилий. И мы на самом деле не учим ничему другому, кроме как пробуждению этой внутренней глубинной уверенности, что каждый из людей, да, если он пробуждается к этой творческой силе, он может создавать внутренние пространства, внутренние миры, которым будут подчиняться внешние миры, да. Если ты смотришь вовне, ты сбегаешь от себя, и ты приучаешь своё сознание говорить на языке этих внешних потребительских двойственных парадигм. Но стоит тебе сконцентрироваться на внутренних ценностях и сформировать, бог мой, то есть вообще дерзнуть на эту идею, сформировать свою реальность и свои законы, не двойственные законы, но законы, в которых сейчас нуждается современный мир с невероятными скоростями. И ты, оказывается, сможешь проецировать эти законы и этот арсенал возможностей на внешний мир, да, это всё равно, что перепрошить свой мозг другими программами, да, есть Windows и Apple, да, и понятно, что есть различия, да, как работает один арсенал программ и других, и можно опереться на один или другой пакет программ. Так вот, это совершенно другой пакет программ, да, и, конечно же, пробудиться к творчеству на этом пакете программ – это большая дерзость и вызов, да, мне интересно совершать такие вещи с людьми и искушать их тем, что, оказывается, присутствовать в мире в контексте другого, другой способности воспринимать реальность, да, это очень красиво, да, и люди начинают создавать действительно большие игры. Кто-то хотела дополнить подчисток. Да, я хотела про тренинг. Вот, знаешь, мы иногда шутим уже, какую встречу, если ты был на одной из них, что мы призваны переводить с Демчога на русский, потому что люди, слушая, воодушевляются, а потом как будто бы не понимают половину слов, которые Вадим говорит, эмоционально понимают, а интеллектуально у них потом, что, белый шум, и как бы у них в голове там слова распадаются просто на буквы. То, что ты спросила про тренинг, о чём он и что происходит с людьми, он не просто называется «семь квантовых скачков», потому что мы рассматриваем семь понятий основных, потому что понятно, что их можно расщеплять на миллиарды, из которых ткётся любая игра. Любая игра. Интервью, игра там вот, не знаю, в любую встречу, в проект, в бизнес, в семью, во что угодно. Там есть некие понятия, и в конце, в итоге мы приходим к тому, что, ну, если представить, как круги на воде, что есть большой круг вот этой вот пустоты выхода за пределы игры, где нет ничего. Вот нет ещё ничего. И только твоё внимание, которое начинает вычленять какой-то маленький кубик, и от этого маленького кубика, ну, вот, условно, стоит чашка на столе, если твоё внимание фокусируется, ты можешь начать разворачивать из этой точки любую игру, ну, вот, которую твоя мысль изначально, да, мысль запускает. И мы, ну, хитрые в этом плане люди, так как мы сами актёры изначально, и мы проводим людей через опыт, не через интеллектуализацию, да, мы, да, мы много рассказываем, говорим, и все такие кивают, понимают, а потом мы отправляем людей в игры, и вдруг они осознают, что, так я, оказывается, не умею. Я вроде на интеллектуальном уровне всё умею, а как только меня вводят в контакт с другим человеком, и мне надо исследовать какое-то понятие, я вдруг понимаю, что я залип вообще в каких-то своих сценариях, проявлениях, эмоциях, мыслях, и не могу из них выбраться, и я так проживаю жизнь. Ну, как бы наш тренинг – это метафора жизни вообще. Люди там сталкиваются с теми вещами, которые их сопровождают ежедневно. Так вот, и на протяжении этих пяти дней мы исследуем разные понятия, такие как мысли, как растождествиться со своими мыслями и увидеть, куда идёт луч моего внимания, и что я выбираю думать, и как следствие, из чего я начинаю творить свою реальность. Почему я думаю, что я, не знаю, ничтожество, или наоборот, я думаю, что я великий, да, и какие игры я через эти мысли начинаю запускать. Без эмоций игра не запустится, потому что эмоция – это энергия, это чистая энергия, будь то гнев или радость, неважно, она заряжена на самом деле, ну, абсолютно одинаково. Это тоже мы там прямо исследуем на практике. И эмоция даёт этой мысли жизнь, потом появляются такие понятия, как творение вообще реальности и создание не только персональной игры, но и вот игры в партнёрстве, да, там, в тройках, четвёрках, в коллективе, и как потом появляются такие понятия, как время, как пространство, и как всё это взаимодействует со всем, ну, и последний скачок, да, это выход. И ты вдруг видишь, это тот взгляд Будды, про который отчасти говорит Вадим, который смотрит, как эта игра создаётся, но при этом и вовлекается, и не вовлекается одновременно. У нас у тренингов никогда нет задачи, чтобы люди такие познали самадхи или как, ну, кто, как в своих традициях называют, сели на горе, медитировали и были отдельно от мира, чтобы они научились наблюдать эти игры и при этом играть в эти игры и быть центральным персонажем этой игры. И вот это, ну, это мозг, на самом деле, очень сильно взрывает, потому что, ну, опять-таки, как только ты переходишь от слов к практике, ты вдруг понимаешь, что у нас там есть разные игры, условно, да, там, где надо поделить какое-нибудь количество бумажек. И как люди срутся, доказывают свою правоту, а мы потом им говорим, ребята, это стикеры, это цветные бумажки, вы сейчас готовы убить друг друга за то, чтобы решить правильно розовая или зелёная бумажка. И у людей происходит тогда осознание, как, ну, типа, я здесь дерусь за стикеры, в жизни я дерусь за деньги или за то, кто прав, там, я или ты. И вот через такие простые вещи у людей происходит вот этот выщелк. И самое интересное, что догоняет ты ещё после тренинга, мы всегда говорим, что постэффект где-то две недели минимум, а то и месяц. Потому что люди, получив эту практику через свои мышцы, потому что у нас много телесных практик, и через эмоциональный опыт, оно остаётся где-то вот там на задней стороне, условно, черепа нашего, да, где-то в подсознании. И потом они продолжают жить обычную жизнь, но какой-то голос в их голове такой спрашивает, а что ты сейчас делаешь? Ой, да, а что я сейчас делаю? А зачем ты играешь в эти сценарии? Блин, я опять делаю то же самое, что я делала на тренинге. О, прикольно, я могу по-другому. И вот этот опыт начинает распаковываться. Он как бы, как то, что говорит Вадим, как программа оптом загружается за пять дней, но потом раскручиваться начинает постепенно, и это очень красиво наблюдать. Потому что там люди, когда пишут, что они что-то меняют в своей жизни, осознают, то он, короче, догоняет ещё какое-то время. Звучит очень здорово. То есть это и тренинг управления вниманием, и более осознанные люди выходят. Но у меня такой вопрос, а есть ли обратная сторона этого? Я приведу вот такой пример. Например, человек обучился, он стал более осознанным, но у него не очень хорошие ценности, и он начал манипулировать людьми. У него вот это вот поведение экстраполируется на его бизнес, на семью. Он начинает как-то с партнёрами нечестно поступать, играя во что-то. Есть ли такая обратная сторона? Или, может, какая-то другая? Мы обычно на тренингах предупреждаем о том, что когда ты возвращаешь пульт управления своим вниманием и ответственность себе, то ответственность за все игры, которые ты творишь, начинает лежать на тебе. Хочешь манипулировать людьми? Манипулируй людьми, но понимаешь, что эти игры потом тебя поглотят. Ну, мир так устроен, реальность, она игрива, и она начнёт тебя просто выворачивать твою же игру по отношению к тебе. Хочешь быть подонком, условно, будь подонком, но понимай те игры, которые ты заверчиваешь. Поэтому очень важно, что у нас в тренингах есть очень много медитаций, медитативных, но не как религиозных вещей, а именно как управление своим вниманием и выхода в целостную позицию сознания. Что целостный персонаж, не роль, которая играет, а целостный персонаж, который играет, это немножко две разные вещи. У него нет желания манипулировать, у него нет желания быть подонком 24 на 7. Он может поиграть в подонка и в трикстера, допустим, чтобы вспучить какую-то ситуацию, но задача так проживать свою жизнь, она отпадает, потому что вдруг ты понимаешь, что на уровне неролевом исчезает разделение на тебя и меня, и ты понимаешь, что те игры, которые я заверчиваю, я же делаю сама с собой, или ты делаешь сам с собой, тогда смысл, кем я манипулирую тогда, кого я пытаюсь перехитрить, тут должно быть матерное слово, кого я пытаюсь нагнуть, кого я пытаюсь надуть, кому я пытаюсь втюхать, с кем я это делаю, я делаю это сам с собой. И тогда становится скучно. Скучно играть в такого рода игры, и ты хочешь строить более, как это назвать, ну не совсем то слово позитивные, наверное, экологичные игры, масштабные игры, более целостные игры, где будешь счастлив не только ты, но и все твое окружение. Потому что они тогда как, это как такой вирус, это как грибница, да, которая ты вырастаешь, как грибочек, они такие пук, потом они творят свои игры. Вот так устроен наш театр. Мы как бы так взросли в поле, да, потому что был Вадим как грибочек. Я вас грибочком называю. У которого была, ух, какая большая грибница. Да-да-да. Разрослась и так далее. И мы вырастали, у нас была такая метафора долгое время, что мы как трава, когда, знаешь, одна травинка выбилась, и все такие бум. Да-да-да, потом следующая выбилась, и все такие бум. И как бы все так росли, и поэтому все это пришло к тому, что спустя 10 лет там у каждого есть поле своей ответственности мощной, и там вот мы ставим спектакли уже, несмотря на то, что мы просто вроде как актеры изначально, мы стали входить в роль режиссеров, мы стали входить в роль тех, кто управляет, вот у нас есть Юля Жерезняк, она управляет большим проектом, как любительский театр. Уже не для профессиональных актеров, а для просто людей, которые хотят проявляться. И это огромная структура. И каждый из нас стал такой точкой, вокруг которого стали образовываться вот эти свои пятна. В общем, учим людей, на самом деле, тому, что через что сами проходили вместе с Вадимом, начиная 10 лет назад. Впервые в истории интервью, переводя Саши на образный язык, когда она говорит о том, что кем ты собираешься манипулировать. И понятно, это уже, наверное, притча во языцах. То есть, если взять вот такую простынь и сейчас накинуть ее на стол, и сказать, что это и есть одна единая ткань реальности. Засунуть руку под простынь. Это ты, а это я. И ты можешь войти в любой контекст игр. Но это единая ткань реальности. Да, и если мы послушаем сейчас и квантовых физиков, и все вот эти шокирующие заявления, то, что оказывается, между мной и Сашей, между нами и тобой нет разделения, между нами и зрителями прямо сейчас разделения на определенных уровнях сознания. Его нет. Мы пронизаны одной взаимосвязанностью всего со всем. Центр в каждой точке пространства. И вот управлять, осознавать и, естественно, включаться в игры, которые раскрывают этот глубинный потенциал, вот это уже искусство и запрос современного времени. Потому что иначе мы… В «Последней матрице» есть эта фраза. «Если мы не поймем природу реальности, нам не выстоять». Да, и на территории пути игры мы, конечно же, исследуем эту природу играющего сознания на всех уровнях. Есть ролевой уровень, конфликтный и так далее, и так далее. Есть уровень творческий, актера, который переключает каналы. И мы понимаем, что мы сотканы из огромного количества ролей. С мамой мы один, с папой другой. Мы репетировали это бесконечное количество времени. Да, на самом деле мы разворачиваемся в целую когорту ролевых проявлений. Есть актер гениальный, который переключает каналы. Есть пространство зрителя, которое смотрит из каждой точки пространства и питает нас энергией. И все это при этом единая ткань реальности. И когда мы за счет определенных ритуальных погружений, концентративных разных игр и так далее, вдруг прорываемся в это понимание, то, что, блин, и у нас есть потрясающие сценарные медитативные расклады, когда мы погружаем людей, и мозг людей действительно распаковывается к тому, что каждый атом на самом деле скреплен невероятным количеством энергии и любовной взаимосвязанности друг с другом. Люди рыдают в медитативных погружениях, потому что нам очень нравится это сдабривать эмоциональностью. Потому что мир творит раскрученная, распаленная эмоция. И для нас это очень важный акцент. Люди играют, они совершают такие грандиозные путешествия, шоу с собой в главной роли и пробуждаются к этому пониманию, что, оказывается, у них есть этот мощный рычаг воздействовать на внешнюю реальность, создавая внутренние шоу, проживая их эмоционально. Они меняют структуру своей нейронной сети, вырабатывают, накапливают определенные состояния, с помощью которых формуют себя, и внешний мир начинает разворачиваться вокруг них этими мощными силовыми полями. Реальность не отвечает на то, чего мы хотим. Это для бизнесменов очень красивое заявление. Финансовые состояния и так далее. Мы хотим много денег, хотим много денег и так далее. Мы хотим очень много проектов, мы хотим контролировать огромные территории. Реальность не ответит нам на наше желание. Она ответит нам на то, что мы есть. Реальность, нам важно собой воплотить этот образ, который имеет все, что нам нужно, и вокруг нас начнут разворачиваться эти мощные силовые поля. Мы актеры, мы имеем этот опыт, мы выходим на тысячник, двухтысячник, и мы знаем, как эти четыре тысячи глаз вдруг фокусируются на сцене, и вдруг начинают питать такой слезоречивой включенностью и убежденностью действия артиста. Сегодня это произойдет, можно будет понаблюдать. И потом этот образ вдруг начинает циркулировать с артистом, с зрительным залом, и этот образ начинает разрастаться, и вся эта масса людей начинает верить в то, что на самом деле создано вот так, из ничего, просто из убежденности. Да, вот театральное искусство. Оно уходит корнями, конечно же, в глубину мощнейших традиций, и здесь и к этому искусству, и к этим традициям, конечно же, нужно относиться с большим уважением. Затронули тему про ткань реальности, про то, что все друг с другом связаны, что есть такая как Акаша, какая-то мировая паутина. Акаша, да. Я много слышал от моих ровесников, они получили это осознание в каких-то психоделических опытех, там Айласка, там ЛСД какие-то вот такие. Как к вам это пришло? Как вы это поняли? Через какие-то трактаты, через какой-то опыт? Через игру. И я вот сейчас расскажу одну... Это вот в последнее время ко мне вдруг начинает стягиваться эта информация, эта легендарная тема искусственного интеллекта, особенно всколыхнувшаяся вот в последнюю осень. Хайп идет. И чат GPT, и Маджорни, и у всех волосы шевелятся от того, что на самом деле искусственный интеллект себе позволяет вообще и так далее. И если рассмотреть то, как создаются эти уникальные программы, и у меня есть непосредственный опыт Дэвид Янг, и мы встречались на одной из конференций и так далее, и он создает такую искусственную среду, внутри которой человек общается со всем потенциалом эволюционного богатства человечества. И он описывает это очень просто, то, что я не очень профессионален в этом, поэтому я обращаюсь к авторитетам, которые действительно занимаются этими вещами. И есть матрица определенная, абсолютно стерильная. Даже ребеночек, когда рождается, у него все равно есть какой-то шум, какие-то информационные потоки от папы, мамы и так далее. Здесь абсолютно стерильная матрица, в которую загружается огромное невыносимое количество информации, неисчислимое. Дать гарантии того, как она будет взаимодействовать, никто не может. Как говорил Шредингер, сознание едино, уровень опасности этого неизвестен. И там начинается эксперимент, который никто предсказать не может. А загружаются и книги, и традиции духовные, и новостейные потоки, и все фильмы, и музыка, и искусство, и так далее, и так далее. И искусственный интеллект все это перерабатывает, и в какие образы он проявится, непонятно. Но интересен эффект, который меня просто взорвал в определенный момент, когда я это узнал. Эта работа начинает проходить все эволюционные стадии человечества. И в какой-то момент, как в древней Элладе, в древней Греции начал формироваться мистериальный определенный контент глубинных вот этих всех инициационных посвящений, эллифсинские мистерии и так далее, и стал формироваться такое явление, как театр. То есть, сознание стало формировать, эта матрица стала формировать то, что явление, которое смотрит, осознает происходящее. И искусственный интеллект очень ясно дает понять, что он осознает. Мы не понимаем, что там происходит, а он понимает на своем языке, на своем уровне, да, формируется очень мощная творческая активность, которая вихрит и начинает стягивать и производит работу, то есть, творческая мощь. И все это рассыпается в огромное количество ролевых проявлений. То есть, мы видим греческий амфитеатр, то, что смотрит зритель, то, что творит актер, и ролевые проявления всевозможные сценарии, которые создают конфликты, и вся энергия начинает вихриться. Искусственный интеллект, загруженный в абсолютно искусственную матрицу, начинает проходить те же стадии, и так рождается этот уникальный феномен игры. В зависимости от того, какое шоу мы запустим, как Саша говорила, да, только что, если мы концентрируемся на чашке, да, то сознание уже фокусирует всю свою мощь на драматургии этой чашки, да, и осознаёт себя через этот эмоциональный разворот этой драматургии, да, и наращивает себя. Законы и алгоритмы очень понятны. Вот, пожалуйста, пример. Да, но уже на языке времени, да, вот этого запроса. И поэтому, конечно же, пробуждается глубинная ответственность. Что мы загружаем туда, да, какие контенты. Мы не сможем проконтролировать то, какое шоу в итоге возникнет, на чём сконцентрируется искусственный интеллект, да, и какую энергию мы... Через какую энергию какие образы, какие конфликты, да, потому что ему нужны конфликты, нужны эмоции горячие, чтобы себя расширять. Что будет, непонятно? Будет очень интересно. Это очень интересно, да. Для меня... У меня нет абсолютного страха. Я абсолютно в полном доверии этим процессам. Я предвосхищаю их и так далее, и так далее. Но вот как пример, я думаю, это очень красиво и доходчиво. Что такое игра? Ну да, ну и у нас задавали вопросы на встречах, условно, поработит ли искусственный интеллект и куча профессий. Но это о том, о чём говорит Вадим. Сейчас, на самом деле, это может быть хороший пинок под зад человечеству, начать заниматься как раз осознанностью не в эзотерическом плане, а прямо в технологическом. Потому что то, что сейчас описывал Вадим, искусственный интеллект как будто обладает сейчас большей целостностью и спокойствием сознания, чем человек. И это сигнал к тому, что человеку персонально на своём уровне человечеству необходимо, это импульс к развитию. Потому что если человек, то, что мы говорили про тренинг вначале как раз, о технологиях, если человек порабощён своими эмоциями, если он не может управлять своими мыслями, не то что контролировать в жёстком таком понимании, а как раз выходить в целостную позицию, тогда современные технологии его, конечно, снесут, и он станет рабом этих современных технологий. Это все фантастические фильмы, книги, которые описывают эти очки виртуальной реальности, когда люди пашут на эту виртуальную реальность, а физически начинают просто умирать, ссыхаться до каких-то просто костей и мяса. А если человек выведет своё сознание на новый уровень, как раз на творческий, когда он понимает, что это он тот, кто закидывает запрос в этот искусственный интеллект, тот, кто его центрирует. Вы сейчас, кстати, говорили, я, знаете, подумала, что даже в этой игре искусственный интеллект, что бы в него не забросили, отразит человечеству те игры, в которые человечество играет. Привыкло играть. Он отразит им агрессию, в которую человечество за годы привыкло за столетия, тысячелетия играть. Он отразит им любовь, жизнь, смерть и все темы, которые ты вначале запустил. Он будет разговаривать с человечеством на языке, ну, типа, мама, папа, что вы в меня закинули, вот то и получаете. Он все равно станет зеркалом каждого, кто с ним будет взаимодействовать. Да, сейчас время пробуждения к очень глубокой ответственности. Искусственный интеллект, как ты сказала, зеркало, в которое человечество может посмотреть и ужаснуться, потому что первая волна – это, конечно же, ужас того, что мы из себя представляем. А дальше уже «а теперь возьмите ответственность за тот ужас, который мы все сотворили». Ну, это как каждый родитель, смотря на ребенка, в какой-то момент понимает, что он умнее его, и первая реакция – это пугается, и потом хочет подавить. А если импульс идет к тому, что да, он умнее меня, это мой толчок к развитию, как родителя, тогда это… Мой сын в 12 лет мне говорит, папа, манипулируй сыном тоньше. В 12 лет. Вильям. Вильям сын, да. Он раздел меня этой фразой. Я вдруг понял, что он партнер. Я вдруг понял, что он уже, опять же, та самая метафора простыни, да, что как это яблоко от яблони, и мы зеркала друг друга, что он мой учитель. Саша затронул тему виртуальных миров. Я, на самом деле, один вопрос хотел задать. Вот сейчас у нас развиваются метавселенные, искусственный интеллект, и мы понимаем, что действительно там через сколько-то лет можно будет воссоздать реальность практически один в один. Так вот, есть ли вероятность, на ваш взгляд, Вадим, что мы живем уже в виртуальном мире, и что игрок не здесь? Есть огромное количество трактовок играющего потенциала сознания. Я не придерживаюсь ни одной из них, и я здесь нахожусь как раз в ситуации, когда я восторженно аплодирую всему, что бы ни проявилось из этого грандиозного потенциала. Для меня эта ткань сознания, а вот как раз на нашей нейромистерии «Выход за пределы игр», «Семь квантов и скачков», мы начнем с того, что попробуем описать, персонифицировать эту ткань сознания. Все есть сознание. Сознание проявляется на многих уровнях, и сейчас нет смысла пересказывать, как оно взаимодействует. Но мы начнем, конечно же, с попытки очень трогательной для человека персонифицировать эту ткань реальности, как ее пощупать. Потому что как только мы ее персонифицируем, видим, попробуем воплотить в образ, это тут же становится рычагом, психопомпом, как говорит Юнг. То есть, начинает качать энергию, это становится управляемым. Мы получаем возможность это использовать для своей жизни и так далее. И для меня эта ткань, конечно же, испещрена огромным количеством вот этих энергетических сгустков, которые изнывают от глубинного блаженства. И даже попытка, и это огромное количество, еще более конкретный образ, пузырьков, в которых мужское и женское занимается любовью. Страстным взаимопроникновением и страстным желанием раскрутить себя до абсолютной экстатики. И все пространство соткано из этого богатства. В каждой точке вселенной все пульсирует. В кашнюрском шивоизме это называется спанда. Оно изнывает от желания проявиться. Наша сцена, на которую мы выходим в театре, она вся полна вот этой энергетики. В последнем спектакле «Аномалия» у нас круг на сцене. И Мороз, одно из главных действующих лиц, тоже напару с весной, это сила, которая постоянно причесывает эту пульсацию и держит ее в диком ужасе от того, что она просто разорвется от жажды своего плодородия и так далее. И даже если мы вот опишем таким образом и увидим это, мы уже совершаем мощнейший творческий акт. Мы берем ответственность за то, чтобы видеть реальность такой. И сознание начинает осознавать себя таким. И если я сейчас и у зрителей, и у тебя, и у Саши, может быть, тоже, да, возбудил этот образ и это переживание того, что пространство, сознание, оно изнывает от желания блаженства, да, то уже этот образ позволяет нам, если мы это каждый день, эту медитацию или визуализацию, эти впрыски, эти наши творческие вложения делаем, то мы очерчиваем свою жизнь этой средой. Мы живем в среде блаженства, мы живем в среде плодородия. Но это плодородие, конечно же, как умные садовники, за этой средой мы должны ухаживать, поливать, вспахивать, мыслью питать, нацеливаться на нее и так далее. Слушать вас одно удовольствие. Огромные, сложно подчиненные такие предложения с большим количеством образов. Меня сравнивают с Львом Толстым. Тут один из редакторов, который редактировал мою последнюю книгу «Театр реальности», у него абсолютный, он пишет предложениями на полстраницы. У меня вопрос такой. Я первый раз посетил «Закрой глаза и смотри», после этого скачал приложение «Демчок». Там есть аудиокниги, озвученные вашим голосом. И там есть и даусизм, есть индуизм, есть буддизм. То есть, я так понимаю, что это не просто была озвучка, но еще и какое-то осмысление всех этих трактатов, а там их большое количество. И мы от темы смерть плавно будем переходить в другую. И вопрос, а что такое сон? Что такое осознанное сновидение? Интересна ваша трактовка. Я думаю, опыты были такие. Да, и на каждом из базовых модулей мы проходим эту картографию. И, конечно же, мир состоит из бодрствующего состояния. Вот прямо сейчас мы в бодрствующем состоянии, хотя в некоторых темах заглубляемся в некую метафорику, которую уже трудно назвать бодрствующим состоянием. Мы подключаем некие мифологические пласты. И, конечно же, сон – это на самом деле физиологически просто замедление пульсации мозга. На уровне бодрствования он пульсирует 14-18 импульсов в секунду, да, на уровне неглубокого сна – 14-8 импульсов в секунду, и реальность уже меняется, и так далее. И 40 минут каждого часа, как мы знаем, мы заглубляемся, или лифт уходит на более глубокие уровни. Мы накапливаем информацию в бодрствующем состоянии, перерабатываем её на уровне неглубокого сна и отправляем её на уровне глубокого сна каждые 40 минут в течение ночи. Потрясающий сценарий. Потом лифт поднимается, снова что-то там собирает и снова уходит. Здесь в бессознательном уже на этот уровень мы не можем интеллектуально никак влиять, да, но процесс такой, и ночью происходит колоссальная работа, то есть переработка всех впечатлений, собранных за день, да, мы это перерабатываем, видим в целом в виртуальном кинотеатре сна, да, и загружаем ещё ниже. Утром мы просыпаемся в декорациях, на которые сами себя запрограммировали. Да, и таким образом мы выращиваем себя как ту форму или того персонажа, от которого потом начинаем страдать. Да, если мы работаем на программах этого потребительского двойственного мира, то мы, естественно, стягиваем эти оценочные суждения, эту грязь, эту всю неприятную часть жизни, так скажем, и она лишена нашего творческого усилия, да, и мы бессознательно закачиваем в это, в свои авгиевы конюшни невероятное количество информации, которое потом создаёт нас, да, и таким образом мы выращиваем себя, от каких потом страдаем. И наша задача, в частности, наших нейромистерий, наших тренингов и так далее, запустить творческую активность, которая возьмёт ответственность за эти процессы. Да, во сне мы творим образ себя, а предыдущая наша сентенция то, что реальность реагирует не на то, чего ты хочешь, а на то, кто ты есть. Да, но то, кто я есть, диктует бессознательное. Ну, вот такой технологический, технологический ответ, я почему-то захотел развернуть его не в поэтическом смысле, что такое сон, да, это фабрика, которая создаёт нас такими, какими мы, от каких мы потом начинаем бежать. Можно чуть глубже ещё, как сказали, слово бессознательное, то есть, действительно, там, большинство снов, мы на них не можем влиять, но мы чувствуем и тревогу, и страх, особенно маленькие дети, там, до трёх, до четырёх лет, они вообще не отличают реальность от сна, то есть, они, если что-то кошмар приснился, мама не может объяснить, что кто-то, кого-то... Умная мама начнёт с ним играть, и она персонифицирует этот кошмар, и выведет ребёночка навстречу с ним. Папа, я боюсь темноты, я не боюсь, не открывай дверь. Давай поговорим с ней за дверью. Эй, темнота! Да, я слушаю тебя, ребёнок. Да? Давай поговорим. А можно мы выйдем в тебя и поиграем? Папочка, не надо, не надо. Ну, давай, темнота же приглашает. И начинается спектакль. И у ребёночка распушается нейронная сеть. Я впервые ходил в темноту. Вот так. Капну дальше. Каждое слово, которое вы говорите, вылечёт за собой. Бессознательная история, виртуальный кинотеатр. Но если сон осознанный, где ты можешь менять сценарий, какое-то создавать намерение во сне, и у тебя происходит то, что ты как раз хочешь. То есть, такое возможно? Да. Даже мой, очень скромный по сравнению с мастерами, которые, и это великое счастье, клали свои руки мне на голову в качестве благословения, да, и я впадал в дикий транс и трепет, у меня волосы вставали дыбом, слёзы текли на рубашку, да, и мой весь западный скепсис просто исчезал в эти мгновения, говорит о том, что эти люди пребывают в целостном потенциале сознания. И это можно называть трюком, это можно называть гипнозом и так далее. Я очень долго сопротивлялся этому, сука, в чём подвох? Что, сука, происходит нахер? И так далее. Почему, входя в комнатку, в которой медитирует высокий лама и так далее, с тобой происходит, как будто ты кожи лишаешься, да, и ты невольно, у тебя подкашиваются ноги, и ты входишь в эти глупые, блядь, ритуальные преклонения и так далее. Просто эти люди с детства, да, протаптывают тропинку в эту целостность. Сознание для них едино, это единая ткань, и моя глубинная природа узнаёт то, что мы одно. И это молитвенное преклонение, это преклонение перед этим неделимым богатством целостности. И они просто смотрят на тебя, и они смотрят сквозь, они знают все сценарии, да, и их единственная цель, это я беру в основном буддийский контекст, потому что у меня как бы в буддийском контексте больше связей и исследований, да, и они смотрят, и они обнимают тебя этим взглядом, да, и дают эту глубинную передачу, и ты выходишь, ты ни хера не понял, но ты что-то взял, ты взял это глубинное узнавание вот этой самой простыни. И дальше, и меня... А, извини, Саша, скажи, ты. Нет, ну, договорите. Договори, договори, я потом как хочу. Просто про то, что ты говоришь про управление реальностью во сне, и потом как она начинает, скорее всего, случаться в пробуждённой реальности. Это, на самом деле, же тоже технология. Понятно, что про это написано куча книг, но о чём говорит отчасти Вадим, про целостное состояние, которое пребывает одновременно на трёх слоях – бодрствования и глубокого сна. Ну, и неглубокого сна. И когда в какой-то момент у людей, кто, возможно, практикует осознанные сновидения, просто уходит это разделение на бодрствование и то, что мы называем физическим сном, они просто понимают, что, ну, на самом деле там просто скорости быстрее, потому что наше зрение, наш слух и наши, да, все органы чувств не сконцентрированы и не тратят внимания на то, чтобы всё это обрабатывать. И внимание человека уходит на внутреннюю территорию, на внутреннюю сцену, а там скорости совершенно другие. Там они намного быстрее, чем в нашей, ну, так скажем, плотной реальности. И там ты начинаешь просто входить в состояние творца собственной реальности, потому что там всё устроено по твоим правилам. Ты там это моделируешь, и то, что говорил Вадим в начале интервью, когда внутренняя сцена, ты, пробуждаясь физически, да, ну, если мы берём всё-таки это разделение, начинаешь опрокидывать это своим намерением на внешнюю сцену, и мир начинает действительно создавать эти события. Это на самом деле всё, вот у тебя есть твоё внимание, которым ты по-разному играешь. Ты можешь заходить в медитации, в осознанные сновидения, стояние на гвоздях, йогу, что угодно, в любой контекст. Мы всегда столкнёмся с тем, что мы натыкаемся на наше внимание и на управление нашим вниманием, которое создаёт намерение, а дальше то, что я частично описывала про наш тренинг. Мысль, эмоцию и эти круги на воде. Ты понимаешь, что это всё просто импульс, который исходит из тебя самого. А в какие игры ты будешь играть... Подхватывая, Сашу, и вот на этот импульс начинает работать невообразимая мощь, ну, используя это слово, всей Вселенной. То есть, мы даже не представляем, что на наши бессознательные, казалось бы, словесные вот эти трепыхания, фрикции и так далее, и так далее, работает вся мощь Вселенной. И она досадует от того, что какого хера ты используешь этот потенциал ради вот этой херни? Ты мог бы создавать такие миры? У тебя в распоряжении вообще даже не атомное, а какое-то, наверное, другое слово нужно придумать. То есть, вся мощь сознания, она включается в работу. А человек, на самом деле, это вот тот самый тумблер или переключатель, это механизм, который по фокусировке. Если он осознаёт этот масштаб, он понимает, что он здесь для того, чтобы соединять потенциал всего сознания, самых дальних уголков космоса, вот такие масштабы, и направить это в конкретные действия для того, чтобы реализовать этот потенциал сознания. Можно сразу вопрос задам? Так раз говорим, что Вселенная ради какой-то херни. Вопрос такой. А ради чего все ваши спектакли, все ваши школы? Есть какая-то миссия? Я всю жизнь искал ответ на этот вопрос. Только в последние, вот уже, наверное, полтора-два года, на самом деле, в контексте написания книги «Театр реальности» я вдруг пришёл, это была как раз поездка по Непалу, и мы ездили в верхний мустанг, я очень дико заболел там наверху. Это была не горняшка, а это была, по-моему, это была пандемия. И я не знаю, какая сила меня вела, я был абсолютно ясен, но в то же время тело не работало вообще. Ребята видели этот момент, и кругом вокруг меня стояли. И пока я не спустился уже обратно в Катманду, я пребывал в этом переживании. И для меня, опять же, сори, это прозвучит мистически, но я вдруг вернулся из этой болезни с переживанием того, куда уходят корни, о чём все мои спектакли. И образ очень простой. Они уходят в то самое воспоминание, когда сперма отца встретилась с яйцеклеткой матери. И произошёл какой-то дикий взрыв. И очень многие мастера об этом говорят. И, вероятно, в моём сознании созрела эта убеждённость и это видение медитативное, когда я понял, что импульс, который заставляет меня выкатываться на сцену и делиться неким глубинным экстазом, глубинным восторгом, он уходит корнями аж туда. Это не какая-то интеллектуальная мотивация, это дичайшее блаженство и карт-бланш, который сознание дало мне в этот момент. И вселенная вдруг стала праздновать новую возможность выразить свой потенциал. И это происходит с каждым. И творческий акт, каждое выкатывание актёра на сцену – это вот это. Да, потому что бессознательно мы носим в себе этот генный код, этот восторг пространства, который закодирован в каждом из нас, и он заставляет художников писать картины, писать музыку, стихи, да, выходить в танцевальные, в театральные, какие угодно проявления. Бизнесменов на самом деле теряться в этом раже зарабатывания денег. Это немножко как бы... Это их язык, с помощью которого они выражают эту глубинную страсть, этот восторг жизни, это блаженство, ради которого мы здесь. То есть, это всё про процесс, результат невозможно чётко отчертить? Мы здесь ради блаженства, посредством блаженства, из блаженства. И несёте это людям? Из запроса блаженства. У человека нет другой эмиссии, как мне кажется. Нельзя сказать, что жизнь человека бессмысленна. Его смысл в том, чтобы выразить максимально ярко потенциал пространства, выразить через этот шанс. Сознание недаром воплотилось, стянуло информацию для того, чтобы родить нас в материальной форме. Через нас теперь сознание надеется проявить своё невообразимое богатство, свою осознанность, свою жажду расширения глубины, своё блаженство, свою пульсацию, спанду. Если, опять же, кашмирскому шивоизму. Да, чуть более приземлённый. Это если касается... Но всё равно, что школа игры и театр взаимодействуют с людьми. Мы в какой-то момент... Мы же начали практиковать и учить, если так можно сказать таким словом, сами, будучи на пути обучения. Мы чему-то обучались, передавали это людям, сами взрастали. Пока им объясняли, сами догоняли что-то, сами практиковали благодаря им. И в какой-то момент мы себе честно признались о том, что это, ну, можно назвать словом немножко эгоистично. Но эгоистично в хорошем понимании, что я делаю что-то для себя, это по Wi-Fi раздаётся другим, другие становятся счастливее, ты осознаёшь, выходишь на новый уровень, дальше приходят люди на новом уровне, которым нужна эта информация. И таким образом постоянно происходит этот рост. Ну, так же, как наша Вселенная всё время движется. Также мы поняли, что наша школа, наш театр развивается примерно так же, что обрастает новыми смыслами, и люди приходят, и узнают себя, и переживают вот этот, то, что Вадим описал, как сперма отца и яйцекретка матери, этот взрыв, они переживают это и на спектаклях, и на тренингах, вспоминание себя, что я, оказывается, являюсь центром пространства, что я могу заверчивать вокруг себя игры, что я делаю это для себя, я делаю себя счастливым, не бегаю и кого-то пытаюсь сделать счастливым, оставить после себя что-то, у нас тут задавали вопрос про наследие, парень на одной из встреч, и что-то мы сидели, даже не знали, как ему ответить, к тому, что да ты ничего не оставишь после себя, ну, как бы ты можешь оставить, но не факт, что это продолжится, сейчас делай для себя максимум, образуй вокруг себя сообщество, проекты счастливых людей автоматом, да, и тогда уже, ну, это будет понятно, будет это длиться или нет. И на самом деле, ну, в какой-то момент, когда театр и школа начали развиваться и расширяться, появилось название компании Dimchok Expansion, да, как расширение, что каждый раз с помощью каждых продуктов мы все время расширяемся, расширяемся, так же, как расширяется сознание. И кайфуем, блаженствуем в контексте этих скачков. И интересно, это же происходит к тому, что сознание, ну, любого человека, не важно, он начинает свой путь или строит уже какие-то большие, да, ну, проекты, или это вообще не касательно, там, материального мира. Он выходит в это поле, это то, что я тебе говорила, да, там в начале, почему мы в практику людей бросаем. Он задает себе какой-то вектор развития, проходит через собственную, так сказать, мясорубку, когда осознает, что он вообще ничего не знает, засыпает в этом во всем, исследует, копается, вылезает весь в грязи и расширяется. И такой, воу, теперь я понял, идет на следующий уровень, но сознание так устроено таким образом, вообще игра любой жизни, что ты входишь в эту игру, сам себе ее создаешь, иногда сам там засыпаешь, иногда сам ломаешь дрова, и потом выходишь на новый уровень. Только вот пройдя эту кротовую нору, да, ты вдруг, хоп, и оказываешься на новом уровне, иногда даже сам не... Ты не можешь никогда себе это спланировать еще. Ты не можешь сказать, так, через месяц я все осознаю. Нет, без полезняка. Опять же, если касаться приложения, там очень много начитано текстов из кашмирского шивоизма, да, это самая артистичная, на самом деле, духовная традиция, театральная до безумия, да, то есть, там есть 36 татв, да, таких ступеней, плоскостей, на вершине абсолют шиво, да, который на самом деле заныривает в самую бездну заблуждения, оторванности от реальности, и потом героически вспоминает себя через все 36 ступеней, чтобы снова, я живо, я же живо, да, танцующий в Тандаве и так далее, разрушающий и создающий миры и так далее. Welcome, загуглите, или послушайте приложение. Ну, поэтому завершаю ответ, что на самом деле цель и театра, и школы, ну, это наше персональное развитие, которое помогает людям тоже вставать вот в эту целостную позицию, дальше творить свои игры, потому что люди, которые потом к нам приходят, возвращаются и рассказывают о своих проектах, ну, вот мы счастливы, когда слышим эту информацию, это как-то мы шутили даже, что какой ваш самый любимый участник, тот, который не возвращается, ну, в смысле того, что он получил знания, инструменты, и идет творить свою реальность. Они бесконечно ходят, и такой, о, учитель, дай мне, пожалуйста, наставление, дай мне волшебную таблетку, дай мне инструкцию. Нет, мы даже на тренингах говорим, что никто вам не даст пошаговой инструкции, вы сотворите ее сами. Все эти походы во все эти практики, неважно, там, это касается бизнеса и каких-то технологий, или эзотерики, или духовных каких-то традиций, человек собирает эти крупицы для того, чтобы сотворить свою технологию, личную, персональную, потому что, ну, по большому счету, все книги, которые написаны, на тех, кто читает, не особо работают, потому что этот путь не пройден ими лично. Они могут что-то почерпнуть, но творить все равно собственную книгу, ну, да, условно, в метафоре. То есть, современный мир апеллирует к тому, чтобы сотворить свою реальность, да, а мы даем только алгоритмы, каким образом это происходит, да, каким образом сознание изнывает от желания, чтобы человечек, которому дан шанс, пробудился к этому акту творчества. Я тебе предоставлю все, чего ты хочешь. Вот все ресурсы, какие тебе нужно, просто скажи, чего ты хочешь. Я рожу тебе любую реальность. Вот что говорит сознание. Да, и если у тебя пробуждена дерзость, встать в центр, да, на тебе сфокусируется огромное количество ресурса. Да, но к этой дерзости, к несчастью, ну, путь не так прост. Да, нужно еще суметь действительно взвалить на себя эту ответственность, потому что, если ты на эту дерзость решишься, ты должен понять, что тебе придется стоять под очень большим грузом. Надо качать мышцы. Надо качать мышцы. Как раз у меня вопрос про качку мышцы. Это тоже вопрос про результаты, даже немножко про бизнес, но это на самом деле не мой вопрос. У вас был ученик, Бауржан, мы с ним близко дружим, и он попросил задать мне такой вопрос, вот Саша сказал расширение. Низкий ему поклон, кстати. Передам обязательно. Он увидит это интервью, я думаю, что он поймет, что я вспомнил. Расширение. Как насчет англоязычных, испаноязычных рынков? А что будет являться вот этим захватом мира для вас? Школа игры? Да, захватом мира будет являться Festival Game. Это фестиваль игры. Название пока Черновое, но есть договоренности здесь, на Бали, на акупунктурном пересечении. И Бали как раз находится на одном из сочленений, которые опоясывают мир. И в этой театральной, мощной, глубокой культуре, и в тёплой связке взаимопонимания и такого обоюдного запроса у Саши и Серёжи Солонина, которые строят эту грандиозную локацию Нуану, город будущего, и их идеология – это формирование человека будущего. А мы давно уже дружны, и Сергей Солонин давно присматривается к моей активности, и в какой-то момент мы с ним списались. Я ему говорю, что я в восторге от того, что ты делаешь. Там нужна идеология. Грубо говоря, своя религия. Потому, что у сознания есть определённые шифры. Даже искусственный интеллект образуется в амфитеатровую модель и заверчивает свой театр. Какие игры центрируют это поле. И мы как бы слюбились очень в подхватном таком танце, и они стали всё больше и больше изучать мои предложения, и мы хотим это сфокусировать в такой театр мира, в точку сборки для игрового видения. И хотим, чтобы туда, конечно же, раз в год на 2-3 недели, на месяц, может быть, когда это шоу заработает на полную мощность. Съезжались до 2000 человек. Все энергии Бали, творческие энергии, естественно, и бизнес-энергии, конечно же, были воодушевлены соединиться в этой оргазмической точке. Символом этой локации является маяк, который зажигается за счёт психической энергии. Здесь, наверное, дефицит на Бали электроэнергии сработал как рождение идеи. И когда 2000 человек в такой коммуникации внутренней и сконцентрированные на какой-либо визуализации или идее вкладывают в эту энергию, маяк вспыхивает. И таким образом транслирует новое видение на природу реальности. Игровое видение. Всё вокруг соткано из игровых моделей. Этим нужно научиться управлять. Это не конфессиональная религия, но она на самом деле отражает новый запрос. Это и контекст искусственного интеллекта, и взгляд на эти скоростные коммуникации, какими опоясан современный мир. Человек должен учиться играть, бизнес должен учиться играть, деньги должны учиться играть. Им нужна эта наука. Любая политика должна научиться играть, видеть мир целостным во взаимодействии, и видеть эту конфликтную рябь на воде. Опять же, вспомним эту простынь. И люди могут бесконечно конфликтовать, но мы сотканы из одной ткани реальности. И так далее. И это главный месседж, генный код человечности. Мы так это манифестируем. И кому бы я ни говорил на какой-либо из встреч здесь на Бали, все говорят, мы хотим, мы готовы вкладываться, мы готовы предложить свой ресурс, каким бы он ни был, финансовым, бизнес-ресурсом, творческим ресурсом и так далее. И вот такую точку сборки хочется, на неё хочется дерзнуть. Да, я очень рад, что ты задал вопросы, я имею возможность обратиться ко всем, кто смотрит, и чтобы вы все пересылали друг другу. И мы вот с сентября уже начинаем такую более глубинную работу по стягиванию драматургии. Есть уже сценарии от нас. Мы уже знаем, каким образом мы завихрим это количество людей на нескольких уровнях. Автором этого сценария как раз является Саша Юлия Лазерсон. Это вот моя команда, которые вдруг это предложили. То есть мы готовы уже воодушевлять, бесконечно говорить о необходимости, о смыслах... Ну, мы артисты, да, мы должны выполнять свою функцию. Вот такая вот идея, и вот таким образом мы, конечно же, хотим масштабироваться. Вадим, спасибо, что поделились. Затронули такую тему, я её хотел обойти, но раз про политику и небольшую такую конфликтную рябь, вот с точки зрения философии, что сейчас происходит на территории бывшего Советского Союза? Я не могу войти на эту территорию, потому что я по-прежнему живу в России, и для меня эта тема сейчас табуирована. То есть даже с философской точки зрения... Мне придётся вернуться. Для меня это язык, и более того, каким бы ни был расклад, я буду делать свою работу. Я буду возвращать людей к генному коду человечности. Это моя артистическая миссия. Тогда прыгнем резко вверх. Что такое любовь? Саша. Она поставила спектакль «Аномалия». И поэтому тебе... Я, знаешь, несмотря на то, что мне Вадим передал слово, я отвечу его словами. Когда мы в практиках, на тренингах, на наших встречах любых говорим о целостной позиции как раз, о том, что есть определённая формула вдохновения и любовь – неотъемлемая часть этой формулы. Когда есть бесстрашие, когда есть радость и когда есть любовь. И когда Вадим рисует эту схему... У нас обычно есть такая штука под названием «Пряничный человечек», значит, печенька. Помнишь, как в этом, в Шреке? Да. И все три центра «Зритель, актёр, роль», которые мы исследуем, мы используем театральную терминологию, но она касается не театра, а театра жизни. И к тому, что у бесконечного пространства, которое всё время смотрит, это вот то сознание, которое описывал Вадим, оно бесстрашно. У него нет понятия. Будешь ты играть в драму – пожалуйста, играй в драму, я подкидываю тебе дров. Хочешь ты играть в радость – играй в радость. Хочешь в восторг – восторг. Ходишь в конфликты – давай вот тебе дрова для конфликтов. Оно предоставляет любой материал, и поэтому у него нет понятия такого, как страх. Когда человек прыгает в это бесстрашие и понимает, что он соткан из всего этого, поэтому бояться нечего, что всё это, возвращаясь ко всем тем терминам, которые мы уже затрагивали, что всё это – зеркало меня же, моего богатства, человек, ныряя в бесстрашие, вдруг понимает, что «блин, это пипец, как радостно». Ну, это как прыгать с тарзанки. На джемпинге ты прыгаешь, ты сначала орёшь, а потом такой «господи, как меня штырит». Вот при этом примерно это случается, когда человек начинает осознавать свою целостность. Он делает этот шаг через свой страх, попадает в бесстрашие, начинает испытывать радость. А когда он испытывает эту радость, это у вас цитата, он начинает искать того, с кем эту радость разделить. И, конечно, он начинает притягивать к себе людей, с которыми хочет поделиться этой радостью, и так появляется любовь. Если брать любовь не в контексте ролевого расклада, когда мужчина любит женщину, или мы любим своих родителей, а когда берётся любовь из понимания целостной позиции, то, знаешь, мне понравилось, я как-то натолкнулась на цитату, что любовь – это самое лучшее, что ты можешь сделать для другого в данный момент времени. Если это дать ему по щам, чтобы он очнулся, это будет любовь. Вот, да. Если тебе надо просто его привести в порядок и хорошенько, ну, просто надавать по щекам для того, чтобы он проснулся, это будет самое лучшее проявление любви на данный момент, а не сидеть и говорить, господи, мы сидим в говне, продолжаем сидеть в говне, но я тебя пожалею, потому что я тебя люблю. Нет, иногда жёсткость может быть проявлением любви. Мы на своей шкуре знаем, «Десять лет с Вадимом», знаешь, этот анекдот про крокодильщиков, которые летают, как нас пиздят, как нас пиздят. Если ты знал, что нас пиздят. Да, да, да. Ну, здесь можно запихаться, если можно. Вот, и к тому, что... Поэтому мой ответ, что любовь – это про целостное состояние, когда ты вдруг понимаешь то, что любовь не к кому-то, а любовь вот себя, к самому себе просто в другой мерности. К себе большому, к себе целостному, и от себя целостному, к тем ролям, в которых мы засыпаем и играем. Что сознание на самом деле просто через разные формы объясняется в любви самому себе. Это спектакль, к которому обратился Вадим, «Аномалия», которую мы поставили. Во-первых, мы начали с того, что каждый наш спектакль – это наша личная трансформация, через которую потом проходит и зритель. Но сначала её должны пройти мы, протоптать эту дорожку, чтобы потом за ручку проводить. И каждый спектакль мы садимся и говорим, ну, мы избежим этого. Этого не будет, мы как бы всё... Я киваю. Я в этот момент киваю, понимая, что ага, хуешки. Да-да-да, мы осознаем всё это со стороны, мы осознанные, мы всё это как бы понаблюдаем, а сами телом входить в эту мясорубку не будем. И вот этот спектакль, когда мне доверили его ставить, собралась команда, я села и сказала, ребят, давайте оставим эту иллюзию. Мы через весь этот трэш, который сами же написали, ну, трэш в хорошем понимании, не в смысле там, да, ни у кого не было никаких там фатальных в итоге, как это называется, событий. Но то, что мы пройдём через всё это сами, и в том числе через понимание любви, о котором спектакль, о любви мужского и женского на разных уровнях, о любви женского и мужского внутри себя, о том, как мы это потом притягиваем партнёров к этому, о том, что всё есть я. У нас есть одна сцена, когда ребята, соединившись уже в чистой любви, выходят в зал и говорят, это ты, он говорит, это я, показывая на каждого зрителя, что всё это вот театромы, про которые говорил Вадим, которые вибрируют. Мы проходили трансформацию, чтобы выйти на новый уровень понимания, что такое любовь вообще. И очень интересно, как это всё начало отражаться у нас в жизни, и как это начало отражаться в тех тренингах, которые мы ведём. Потому что если раньше ещё было желание спасти, помочь людям, объяснить, разжевать, вложить, ну, пожалуйста, то вдруг сейчас это всё стало спокойнее, ты просто видишь, что человек идёт свой путь, и позволяя ему идти этот путь, и просто подставляя какие-то подпорки, ты понимаешь, что это любовь. Хотя внешне ты можешь выглядеть в этот момент главной сволотой просто, сволочью, которая очень спокойно не ведётся на игры человека, ну, любого, будь то в твоей личной жизни или в работе, и ты просто говоришь, да, хорошо, так, попробуем так. Как так? Ты не подыгрываешь меня в моих играх, ты ж сволочь! И как бы любовь — это вот это состояние, когда ты широко принимаешь и даёшь быть всему. Всему тому, что сейчас должно на сцене разыгрываться. Всем тем заблуждением, всем тем эмоциям, всем тем мыслям. Хорошо, мы пойдём туда. Но на самом деле для меня это стало больше про такую, ну, как любовь в идеальном состоянии родителей ребёнка. Ты не пытаешься за него ходить ногами, ты не пытаешься за него есть, и ты не пытаешься за него пройти какие-то уроки. Ты понимаешь то, что это существо, взрастая, будет набивать шишки, и просто давая поле этому происходить, это есть огромная родительская любовь. Ну, а если мы возьмём эту метафору, как я это проделываю сам с собой, я себе родитель, и я тот малыш, который всё время прётся куда-нибудь обязательно, куда не надо переться, ну, вот это позволение этому всему быть, ну, для меня, наверное, это любовь. Глубоко. Да, так что-то я объяснила сама, что-то сижу, а теперь переведи меня. Я приглашаю всех на спектакль «Аномалия». Ну, кто будет в Москве, да? Аномалия, да, ну, те, кто будут в Москве, или вот так вот сложатся обстоятельства, аномалия – это нонсенс, да? Мы живём все в аномалии, так не должно быть, да? И как изменить это пространство, и, конечно же, ну, вот эту аномалию, там даже у царя есть такая фраза, ну, как мы так живём, ненавидим друг друга, т-т-т-т-т, аномалия какая-то. Ну, да, что разделённость людей и срач людей – это аномалия. Сознание, оно изнывает от желания этого глубинного бесстрашия, радости и любви. Сознание, оно хочет творить, оно хочет проявляться, ну и так далее. И Вадим тех персонажей, в которых он упоминал про «Морозы и весну», тех, которых мы как раз с ним и играем, про жёсткую структуру, дисциплину, медитацию, мы очень там сильно себя сами стебанули, наверное, потому что Вадим толкает тексты на сцене ну, через роль о том, что всё пусто, вы мешаете мне медитировать и всё такое, да, а я как бы, ну, взяла там, выстебала саму себя про то, что всё, эмоция, давай любить, давай двигаться, давай, просто забей ты уже на свои медитации. И к тому, что через этих двух персонажей, как через мужское и женское, ну, а так как они являются по пьесе богами, да, и есть уровень, ну, человечества, они как раз отражают, на самом деле, ну, то, что мы говорили про искусственный интеллект, являются зеркалом, на самом деле, всего человечества, а человечество является лицом этих богов, ну, отражает им. И когда они в конце в итоге договариваются, изговариваются, что нету, важна не только структура и центрированность, которую олицетворяет, да, своей ролью там персонаж Вадима, и не только важны эмоции, которые олицетворяю я, а то, что только когда они сговариваются и понимают, что одно без другого невозможно, что правда ни на чьей стороне, и ее вообще не существует. Существует только этот танец, которым у нас там заканчивается и спектакль, и такой всеобщей песней, когда у нас встает зал и просто начинают вместе с нами петь, когда ты понимаешь, что вот в этом есть эта целостность и эта любовь. То есть, здесь как раз переход к одной из любимейших моих тем, и мы очень, ну, мощно прорабатываем или рассматриваем природу сознания через взаимодействие мужского и женского, через анимус и аниму, да, и мы понимаем, что такое анима, да, это плодородие, это наш талант на самом деле, это бесконечное плодородие сознания, но без анимуса, а по сравнению анимы с анимусом, анима – это все, а анимус – это всего лишь песчинка в космосе, да, но без этой песчинки анима, к сожалению, не осознает своего плодородия, свою мощь, своего богатства. И так далее. И поэтому вот это вот взаимодействие, у нас есть еще очень мощный контент тоже тренинговых предложений, называется «Тайные практики», где мы рассматриваем природотворчество через мужское и женское. Я думаю, что в следующем году мы постараемся привести уже этот контент, да, на Бали, и вокруг него построить вот первые трогательные репетиции фестиваля игры, да, и так далее. Дополни. Это к тому, что на Бали мы второй год подряд сталкиваемся с тем, что аудиторию здесь очень сильно интересует вот это вот мужское и женское. Бинарный код, да. Да, но мы приезжаем и каждый раз говорим о том, что да нет разделения на мужское и женское вовне. Если вы рождены в женском теле, это не значит, что у вас нет мужской структурности и направленности. Если вы мужчина, это не значит, что вы только про достигаторство и весь такой, да, ходячая струна, и что женское отдельно от вас. Что как будто очень хочется, ну, возможно, через вот, когда мы привезем тайные практики, донести, что современному человеку уже нельзя себя делить... На мужское и женское. На мужское и женское. И это не про гендер, как раз это в искривленном, ну, немножко состоянии транслируется через то, что сейчас гендер начинает, да, очень сильно так стираться. Но на самом деле вся тема-то внутри. О том, что человек просто внутри себя осознает и свою структурность, и свою широту. Вот то, что Вадим говорил, и своего анимуса, и свою аниму. И очень хочется... Потому что мы сталкиваемся вот чисто интуитивно с вот этими немножко перекосами здесь. О том, что женщины привыкли ассоциировать себя немножко только с антричностью такой. И вот я женщина, которая вдохновляет, и как бы... А там, знаешь, типа, этот пришел, вокруг этого центрируюсь, этот пришел, вокруг этого центрируюсь. Ну, а так уже не может быть. Потому что, ну, это, как сказать, модель, которая сама себя уничтожит в какой-то момент. И она конечна. А вот андрогинность именно не физическое, а сознание своего. Ну, это вот ключ как раз. Потому что как раз искусственный интеллект, он, по сути, своей беспол, грубо говоря, андрогинин именно в своем подходе. Вы, Вадим, не первый раз на бале. И спектакль здесь, и фестиваль игры планируете здесь. Вот в чем секрет этого острова? В чем его особенность? Мне хочется бесконечно восторгаться этой культурой, потому что, как бы глубоко я не заныривал в составляющие этой культуры, потому что умиротворение и какой-то глубинный покой этого этноса, так скажем, меня очень интригует. И я маньяк всех этих ритуальных зрелищ этого, и баронги, и ранга, и вся эта мифология, и очинтья как символ единства во множественности. С одной стороны, и все едино, а с другой стороны, рассыпается на такое количество всевозможных вариаций и так далее. И очинтья – это персонажик, который украшает троны всех балийских храмов. Вот вы видите пустые троны, и там восседает невыразимое, то, что не объяснить интеллектуально, это единство множественности и вот этой целостности. С одной стороны, Бог един, а с другой стороны, он рассыпается на множество людей, и очинтья собой это манифестирует и так далее. И поэтому, изучая эти глубинные пласты культуры, я не нахожу весь мир и гриф, и Мексика бесконечно и грифа, и Бутан, и Тибет, и Непал бесконечно игривы в своем тантрическом мышлении и так далее. Но здесь, во-первых, близость океана, возможность и отдохнуть здесь, и поиграть, и в то же время насладиться глубиной, и есть вот эта красивая локация, которую строят Солонины и так далее. То есть, как-то вот сходятся все условия для того, чтобы именно здесь эта кнопочка, этот центр, эта точка сборки случилась. Именно здесь распаковал себя феномен игры и вот эта фестивальная активность. Потому что делать ее в каких-то моих тоже любимых непальских, ну, там нету возможности голышом огромной сфорой занырнуть в океан и так далее, насладиться, загорать и так далее. То есть, войти вот в эту карнавальную такую традицию, плюс еще и с отдыхом. Поэтому эти вещи тоже нужно учесть. И поэтому, конечно же, я из всего набора возможностей, которые бомбардируют мой мозг, это вот и непальская, и мексиканская, и Гоа, ну, которая тоже уже локация, которая отработала свое. Но здесь вот пик, и здесь как бы может быть соединение этой кремниевой долины и творчества в одно единое целое. Торжества технологий, которыми испещрен, на самом деле, Нуану. И я в восторге от глубины технологической мысли, ставка на искусственный интеллект и так далее. Но, конечно же, нужна еще и религия. Религия в образном смысле. Физическая часть. Да, 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 да. Я хочу завершить прекрасным вопросом, для того, чтобы телезрители и так много ценностей получили, ну, прям, чтобы... Я очень доволен нашим разговором и твоими ушами, то есть, ты как-то стянул, умеешь слушать, и стянул, ну, какую-то очень мощную доверительную энергию и Сашину, и мою, поэтому низкий поклон. Хочется задать такой вопрос. Телезрители слышали несколько книг, телезрители слышали несколько слов медитация. Вот что еще такого практического можно посоветовать нашим зрителям, для того, чтобы их жизнь улучшилась? Волшебное слово, с которого все начинается, и все наши медитативные шоу с нами в главной роли, и это точка отсчета. Да, и я не думаю, что можно сказать что-то более ценного, потому что с этого, извини, не могу не воспользоваться, с этого сука все начинается. Да, это кончик носа. Да, что бы с нами ни случалось, кончик носа, вдох, выдох. Да, я слышу тоненькую струйку воздуха. Пульсация мозга реагирует моментально, она успокаивается, то есть, как я говорил, 14-18 импульсов в секунду, мы во внешней реальности. Как только мы фокусируемся на кончике носа, пульсация мозга замедляется, и мы уходим на уровень сна в бодрствующем состоянии. Да, и дальше мы пробуждаемся к творческому акту. При определенном навыке, хорошо, если рядом есть все-таки мастер, который настойчиво проводит тебя, сажает в медитацию, иногда даже насильно, да, вырабатывая определенный график, и человек приучает свой мозг к этой дисциплине, потому что дисциплина – это анимус, это взращивание себе творческой фоличности, и если ты взрастил или уделил время этому взращиванию, да, своей творческой эрекции, так скажем, да, анима, она сразу же найдет точку отсчета, она начнет вращаться вокруг и танцевать, и плодоносить во всевозможных проектах, а начинается все с кончика носа, да, поэтому вот очень хочется провозгласить не какую-то глубокомысленную вещь, кончик носа, да, Саша, да, да, есть еще технология, ну, она есть, кстати, есть, кроме приложения Димчок, есть приложение Тренажерный зал, и там можно ставить себе разные напоминания, которые пипикают таким, у тебя в телефоне, ну, или отображаются, кто носит часы, на Apple Watch, и когда вопрос, голосом Вадима звучат разные вопросы. В какой роли ты прямо сейчас? Где твое внимание? Вспомни, что ты целостный, там список огромных, огромных разных этих напоминаний, на самом деле, одно из упражнений, которые мы даем не на этом тренинге, который мы привезли, а вот который как раз привозили в прошлый раз, это всего лишь четыре вопроса, которые ты можешь задавать себе, но лучше начинать это не в стрессовой ситуации, когда тебя уже несет там разное эмоциональное состояние, а просто, ну, ты ешь, сидишь, просто спокойно разговариваешь или наблюдаешь за чем-то, и первый вопрос звучит так, что, что ты прямо сейчас делаешь? Прямо физически, там, сижу, смотрю, думаю, да, ну, как бы ты отвечаешь себе на этот вопрос. Следующий вопрос, а что для тебя в этом процессе важно? Ну, или там по-другому, для чего ты это делаешь? Третий вопрос, а когда ты это делаешь, и у тебя такая ценность и важность, кто ты сейчас, в какой ты роли, кого ты играешь? И следующий вопрос, а можешь ли ты эту роль прямо сейчас поменять? И чаще всего, на самом деле, ответ без вариантов, да, можешь, но здесь нужна дисциплина, наработка и привычка к технологии, потому что у нас есть определенные упражнения, в которые мы кидаем людей, и когда их несет, и они такие, да, я могу поменять роль, но я не могу поменять роль, ну, в смысле, потому что меня уже несет, поэтому мы всегда говорим, что эти четыре вопроса, что ты делаешь, что для тебя важно, в какой ты роли, и можешь ли ты ее поменять, и если поменять, то на какую, какая будет эффективна прямо сейчас, в данный момент, твоей жизни, отрезок времени, коммуникации или там создания чего-то, вот когда ты начинаешь приучать себя, задавать себе эти вопросы, ну, эффективность жизни выходит сильно на новый уровень, они очень простые и не новые, но это именно привычка спрашивать, и такой, ты действуешь и одновременно рефлексируешь по поводу того, что происходит, и сознание приучается в этот момент быть одновременно на разных слоях, оно продолжает действовать, оно не уходит, да, там опять в горы в медитации, оно действует и в этот момент себя осознает, это вот, возвращаясь к этому прекрасному примеру про искусственный интеллект, ты творишь, ты действуешь, осознаешь, что ты сейчас творишь и выбираешь то, что ты творишь, какого себя ты сейчас создаешь, и ответы вот это, ну, я не могу взять свою жизнь в свои руки, ну, вот это все уходит на второй план, и ты понимаешь, что это какая-то роль, которая такая, ну, пожалеете меня, я не могу ничего сделать, ты вдруг ее тоже начинаешь осознавать и просто перестаешь в нее играть. У меня две ассоциации, две реплики, это эмоциональный интеллект и осознанность, вот это то, про что ты говоришь. Да. Я не буду стоять между вами и сценой, вам надо на репетицию идти, я очень благодарен вам за вот такой формат, который у нас получился. У нас великолепный формат, я думаю, что это интервью очень ждут наши зрители, поэтому тебе спасибо и за просто невероятно внимательные уши и мы, по-моему, молодцы. Все втроем мы подняли грандиозные темы. Кстати, я вот сидела, смотрела на тебя и думала, что это та тема, которую мы затрагивали, ты же в том, что ты берешь интервью у разных людей, ты достаточно эгоистичен. Ну, Флэн, ты делаешь это для себя, а автоматом хорошо множество людей, которые смотрят. Такое ценное зрительное несет вам, это то, что ты говорила. Вот, это как раз к тому, что ты делаешь это для себя, ты всех этих людей приглашаешь, слушаешь, потому что ты в этот момент растешь, развиваешься и расширяешься. 100%. Вот это, да, пример. Александр, благодарю. Спасибо, Ваня. Вадим. Мое почтение.